Друзья, всем привет! Сегодня готовим сырники с ягодами. Это будет отличный вариант завтрака или перекуса на работу. Поехали! Сырники это достаточно простой и быстрый рецепт, поэтому сразу включите духовку на 180 градусов вверх-вниз и начинаем подготавливать все ингредиенты. Нам нужно на порцию 150 граммов творога 5%. Если вы недавно на моем канале, то обращаю ваше внимание, что он посвящен здоровому питанию и будет полезен людям, кто хочет наладить свой, нормализовать свой вес, потерять лишний вес. То есть все рецепты и все сочетания продуктов и граммовки согласованы с врачом-диетологом и являются именно оптимальными сбалансированными порциями на один прием еды. Поэтому в описании все граммовки точно указаны на мужскую, на женскую порцию и какие-то рецепты традиционные мы корректируем от традиционной подачи, от традиционного рецепта именно в сторону полезного сбалансированного питания. Итак, 150 граммов творога. Далее сюда у нас идет один желток. После этого добавляем 20 граммов обычной муки. Муки здесь должно быть мало, чтобы сырники были именно творожными, а не оладушками. Также на порцию у нас идет 10 граммов сахара. Мы не боимся использовать там муку в небольших количествах, либо сахар. Нет в этом ничего плохого. Все проблемы начинаются тогда, когда вы с этим перебарщиваете. Поэтому в разумных пределах и муку, и сахар использовать можно. Обязательно добавляйте щепотку соли, как усилитель вкуса. После этого все ингредиенты тщательно перемешиваем, просто чтобы соединить продукты. Совсем забыла. Если у вас есть ванильный экстракт, то здесь также можно его добавить, чтобы было еще более ароматно и вкусно. И все, и хорошенько соединяем все ингредиенты. Все ингредиенты я объединила. Сейчас буду формировать сырники. Я готовлю сейчас на одну порцию. Соответственно, вы пропорционально увеличиваете ингредиенты в зависимости от того, насколько человек вы готовите. Это логично. Это первый момент. Второй момент. Я показываю вам именно, как выглядят порции, а не просто, как приготовить сырник. Для того, чтобы вы видели, что сбалансированное питание, полноценное, это не мало еды. Это, наоборот, скорее много еды. И вот здесь это важно визуально увидеть, чтобы не бояться остаться голодным, когда переходишь на правильное питание. Формируем такую небольшую колбаску. Чуть-чуть припыляю мукой, чтобы у нас, когда будем сырники жарить, была на них хорошая, красивая корочка. Так, делю колбаску на примерно три равных сырника. Ну и дальше можно либо руками сформировать ровные сырники, либо немножко повыпендриваться и сделать это стаканом для того, чтобы они были еще более красивые. Сначала немножко обваляю все в муке. Ну и давайте попробуем сделать именно красивый вариант сырника. Пусть у нас будут ресторанные сырники. Один готов. Так же делаю с остальными. Как всегда, весь вкус в деталях. Не только в количестве там сахара, который вы добавили, а вот в этих мелочах, которые вы также учитываете, когда готовите. Мне кажется, когда еда красивая, она более вкусная. Далее все просто. Разогреваем сковородку. Добавляем немного растительного масла. На разогретую сковородку выкладываем аккуратно наши красивые сырники. Нам буквально по чуть-чуть их нужно обжарить, чтобы образовалась небольшая красивая корочка. Все, я буквально чуть-чуть обжарила с каждой стороны сырники, просто чтобы была небольшая корочка. Дальше доведу их в духовке, потому что если вы их будете жарить на сковородке, вам нужно очень много масла на нее налить. Мы здесь все-таки про питание с целью похудеть, поэтому на 10 минут на 180 градусов вверх-вниз убираю в духовку сырники и готовлю соус и ягоды к подаче. Все, что будет происходить дальше, это творческая составляющая. Главное, чтобы у вас на порцию шло 100-150 граммов любых фруктов либо ягод. Я сделаю соус из клубники, буквально из замороженных ягод. Ой, знаешь, что давай сделаем? Мы сейчас еще мяту добавим. Я пробила блендером ягоды и свежую мяту немножко поломаю и тоже туда добавлю. Если прям вы будете сильно заморачиваться, то потом можете его процедить, чтобы остался только вкус и не было никаких частей мяты. Но я не буду так уж сильно заморачиваться. Я просто сейчас пробью мяту вместе с клубникой. Очень получается хороший запах. Класс! Дальше у меня здесь клубника, малина и черника, голубика вернее. Я просто в произвольном порядке нарежу крупные ягоды. Вы можете взять вот все, что есть. Есть яблоко, возьмите яблоко, банан, все что угодно. Есть ягоды, берите ягоды. Нет свежих, берите замороженные. То есть ищите всегда варианты. Берите за основу рецепт и по возможностям его уже корректируйте. То есть здесь никаких проблем в этих корректировках, никаких ошибок не будет. Так, достаем сырники. Ну и в общем-то приступаем к подаче. Также на порцию у нас идет 100 граммов греческого йогурта. И теперь в произвольном порядке добавляем наши подготовленные ягоды. Музыка. 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 Ну что, завтрак готов. Можно пробовать. Максимально творожное. Сразу добавим соус. Йогурт. Хочется всего зацепить. Малинку. Ну что, друзья, это самый топовый завтрак пока из всех завтраков, мне кажется, которые есть у меня на канале. Причем по трудозатратам, по времени приготовления он самый быстрый. Потому что, в принципе, я много говорила, показывала, ушло, наверное, минут 15-20, может быть, да. Но 10-15 минут вполне достаточно, чтобы его приготовить. Причем от количества даже не зависит. Даже на всю семью вы можете приготовить его очень быстро. Поэтому обязательно попробуйте. Напишите в комментариях, как вам понравился этот рецепт. И до встречи в следующих выпусках. Пока-пока.